Он пошел на войну в звание сержанта в должности помощника командира взвода. Потом в 1942 году он попал в плен и получил ранение осколками в ногу и живот. Но несмотря на это он потом все равно продолжил службу, все равно потом отправился на войну. Тетушки и мама говорили, что он не любил вспоминать. Видимо, настолько было тяжело переживание всех этих военных лет. Он никогда не рассказывал о войне, и мы даже практически не знали об этом. Настя и ее сестра родились уже после смерти своего прадедушки, ветерана Великой Отечественной Василия Бородая. Но знают о его жизни почти все. И бережно хранят память о своем герое, которую в этой семье передают из поколения в поколение. Наверное, поэтому Настя так любит песни военных лет. И всегда мечтала попасть на майский концерт в музыкальный театр. Собирались пойти в этом году, но все выступления отменили. А у тебя есть любимые песни? Ну, Ткачуша, наверное, у всех любимая песня. Ну, мне кажется. И вот мне нравится песня про дедушка, что там вот, где он жизнью рисковал, что он там от Волги до самого Берлина они гнали немцев. Вот, это у меня тоже любимая песня. Такого исполнения мечты Настя точно не ожидала. Заветный концерт приехал к ней домой. Артисты музыкального театра каждый май поздравляли ветеранов, пели для полного зала зрителей. Но и в этом году их концертная бригада не смогла остаться в стороне от великого праздника. И вот Настя подпевает любимым актерам такие знакомые с самого детства строки. В первую очередь этот концерт организовали в честь Василия Бородая. Артисты решили, пусть это будет подарком Насти от ее прадеда, которого она никогда не видела и который все же сквозь года смог исполнить мечту правнучки. Мы подумали, что будет хорошей идеей почтить его память вот таким вот приездом, таким подарком семье героя от артистов театра. Тем более, что мы сейчас в связи с самоизоляцией не имеем возможности поздравить всех, кого бы мы хотели. Ветеранов все меньше и меньше, но в данном случае дети, внуки, они достойны того, чтобы мы их уже благодарили за подвиг их дедов, прадедов, бабушек, прабабушек. Когда они зашли, это было вообще так прикольно, потому что они так неожиданно вошли, это было так, ну, классно, и вообще было прикольно, что они тут сидели и пели прямо у меня дома. Ты счастлива? Да, очень. Ты будешь этот праздник отмечать всю жизнь? Ну да, да, потому что это, ну, День Победы, это вообще, ну, мне кажется, международный какой-то праздник. Ну, все его должны отмечать, я так думаю. Марина Беклемишева, Евгений Шарыпов. А вы оставайтесь дома и смотрите АЭС-ТВ.